Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, Захар Саленко снова на проекте, он хочет вернуть Майю Донцову. Девушка дала понять, что он ей не безразличен. Но её мама Ирина Михайловна категорически против, она считает, что дочери не стоит верить Захару. Бывшая участница Дома-2 Рима Пинджиева мечтает стать ведущей на проекте и у неё появился шанс. Вот что она написала. «Меня известили о том, что одна из претенденток – это я. Жизнь прекрасна и непредсказуема». Пётр Рыбалка познакомился за периметром с девушкой Вероникой. Она очень хотела прийти строить с ним отношения на проекте, но ей не разрешили стать участницей. И поэтому Пётр покинул поляну. А Сергей Захарьяш оказался финансовым аферистом. Он скрывается на Доме-2 от полиции Белоруссии. У себя на родине Сергей был одним из руководителей финансовой пирамиды, которая объявлена вне закона. Его подельники уже арестованы, а сам Захарьяш поспешил скрыться. Рустам Солнцев шокировал своих поклонников неожиданной новостью. По словам Рустама, он часто наблюдает за семьёй Пинджарь, и вот ему тоже захотелось детей. Сейчас Рустам ищет суррогатную мать, которая родит ему наследника. Рустам не хочет создавать полноценную семью, так как уже состоял в браке и остался не в восторге. Ксения Бородина опубликовала в своём блоге совместный снимок с мужем Курбаном Амаровым. Это фото вызвало очень бурную реакцию. Подписчиков ужаснул внешний вид Курбана. Он стал очень бледным, сильно похудел. Некоторые считают, что он стал принимать наркотики. Бывшая участница Дома 2 Катя Король продолжает свою бурную деятельность. Как вы помните, после ухода с проекта она открыла своё ателье, а теперь она готовится к открытию собственного магазина сексуальной одежды. Оксана Рязко рассказала, что ей выпала возможность поработать в прямом эфире фестиваля красоты «Невские берега». Она любит вести мероприятия, работать в кадре и мечтает, чтобы это стало её профессией. Саша Харитонова мечтает работать на кастинг «Службу Дома 2». Последний кастинг в Рязани Андрей Черкасов проводил именно с Сашей Харитоновой. Она уже пытается договориться о том, чтобы ей дали тёплое местечко. Ольга Васильевна Гобозова продолжает виртуальную ругань со своей невесткой Алианой. Ей не понравилась новость о том, что Алиана покупает дом и что отец будет жить вместе с ней. Она обратилась к Артуру Гигамовичу. «Вы здоровый мужчина, вам всего лишь 49, вы полны сил, вы в состоянии сами поднять своих девочек и сына, дать им образование. Почему вы должны жить с Алианой? Жить надо отдельно, просто не забывать, что есть близкие и родные». Также женщина очень переживает из-за того, что Саша и Алиана не общаются с ней. «У нас всегда была очень дружная семья», – написала Ольга Васильевна. «Мой муж прекрасно играет на аккордеоне. Саша и Марина на гитаре и на фортепиано. Они хорошо поют. Мы всегда мечтали с мужем, что они будут приезжать к нам с внуками, будут в застолье. А что теперь? Одна безысходная, бесполезная старость». Один из бывших участников Андрей Наумов возмущается, почему ему до сих пор не заплатились за работу на стройке «Дома-2». Но претензии он предъявляет почему-то к прорабу Сергею, а не к руководству проекта. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.